С утра до ночи у меня в камере бубнит телевизор. Я уже научился абстрагироваться от него и не замечать в соловьиных трелях отечественной пропаганды, поэтому и сегодня обратил внимание на экран и прислушался только после оклика соседа. В криминальной хронике кратко, между делом, сообщили об аресте Ильи Яшина. Ельва ли для кого-то это стало неожиданностью, но даже будучи ожидаемыми, такие события не становятся менее пугающими. Скорее даже наоборот, осознание того, что мы ожидаем политических репрессий, пугает само по себе. Вчера на свидании с адвокатом я узнал о приговоре Алексею Горинову. Одно антивоенное выступление, помноженное на последовательную политическую позицию, обернулось для него семью годами колонии. Кстати, следственную группу Горинова возглавлял тот самый сотрудник, по ходатайству которого сижу я. Первый отдел первого следственного управления по расследованию особо важных дел... Тьфу! Стыдно должно быть, Константин Александрович. Да, с началом войны ставки возросли. Теперь срок до 10 лет может получить буквально кто угодно. Без возни с административками, без соприкосновения с ОМОНом, без изобретения сообщества выбитых показаний. Все это навевает тяжелые мысли. Но вместе с тем, лично мне, не знаю, как вам, это придает уверенности вскоре развязке. Когда ставки растут, они неизбежно растут для всех игроков. Путин играет ва-банк, и когда что-то пойдет не по плану, а у него с самого начала все не по плану, он потеряет все. А мы, пусть даже и в тюрьме, подождем. 13 июля 2022 года. Матроска. Дима. Субтитры создавал DimaTorzok